Кстати, мы что-то пришли. Я думаю, может мне чуть-чуть добавить звука или как? Так, сейчас все поступит. Так, мне кажется, его матроса маловато говоря, да? Вот, я, так сказать, еще в некоторых пятнах, потому что по Москве ездить стало невозможно. Машина в Рочном, где-то на юго-западной. И я добирался на метро, потом в пешку. Я сейчас, знаешь, насколько опоздаешься на машине, сейчас уже никогда не знаешь, насколько опоздаешься. Это детюшки вообще. Значит, давайте мы, значит, как и всегда, на вечерах в Гнезде Глухаря начнем с вопросов. Вопрос такой, кто здесь впервые? Подавите рот. Пожалуйста. А, есть, есть, есть. Только здесь или вообще, так сказать? Нет, здесь, здесь. Хорошо. Потому что обычно, понимаете, в Гнезде Глухаря есть осад... Тут больше, чем в других залах, бывают гости нашей столицы. Потому что единственное место, куда можно попасть, и когда ты приезжаешь в Москву на какое-то определенное время, это вот сюда. И поэтому тут и публика бывает самая разная. И поэтому я всегда их спрашиваю. Значит, я для тех, кто не в первый раз, это будет скучно. Для тех, кто в первый раз не очень. Но я объявляю каждый раз условия и особенности встречи в Гнезде Глухаря. Чем это отличается... Спасибо. От концертного зала. Вот сейчас еще лучше. Отличается это тем, что поскольку обстановка такая домашняя, интимная или что-то такое, не путать с магазинами интим, значит, здесь несколько другие условия общения. Во-первых, как правило, эти концерты, вот, например, мои концерты, не знаю, как другие авторы, никогда наперед не составляется программа, и всегда идет концерт по заявкам. Если заявок нет, мы уж сами там придумываем, что-то есть. Но, как правило, число заявок всегда превышает возможности, и всегда, если кто-то пишет записки с заявками не в первом тире, а во втором, то не всегда удается эту заявку выполнить, потому что заявок бывает много. Благо, песен за мою достаточно длинную жизнь написано, что-то около трехсот. Вот. Ну и не только песни, и стихи, и разговор. Поэтому здесь, как бы, так сказать, правило свободного ринга. Любые вопросы, любые заявки, любые мнения и так далее. Значит, поскольку целый ряд людей приходит сюда в последнее время отмечать дни рождения, годовщины, свадьбы и что-то еще, это всячески все приветствуется. Единственная просьба, значит, когда человек поет, как-то вот не очень проявлять свои чувства в тянувшем звуке, и отложить это до паузы. А паузы будут. У нас будет полнометражная встреча в двух отделениях. Для тех, кто здесь сегодня впервые, для строительства в сотый раз идет, в тысячный раз, представляя своего обычного спутника и коллегу, художественного руководителя Центра авторской песни в Москве и многолетнего, значит, вот, руководителя класса гитары в Центре авторской песни в Москве Александра Николаевича Костромина. Если что-то мы с вами не успеваем здесь исполнить, то здесь, как бы, не предбанник, а как это называется, в общем, вот, перед лифтом, вот, там есть такой ларек, где есть диски мои, книжки мои, по-моему, все, потому что ни в каких других магазинах, за редким исключением, может, по интернету. Такого обилия моего скромного творчества вы не увидите. И здесь есть все, и те песни, которые не могут прозвучать здесь, наверняка можно найти на дисках или на mp3. Есть, например, вот новый диск из новых песен, которые только что вышел, то есть песен, написанные за последние два года, которые только что вышел в моем родном Петербурге, называется он «Новая Голландия». Есть разного рода книги, есть DVD с концертами и так далее, и тому подобное. Все это в перерыве, а все автографы либо в перерыве, либо по окончанию нашей встречи. Я же сейчас, по давней традиции, не беря никаких пока что записок, которые же начали поступать, мы все начинаем с одной и той же старой моей песни, с которой когда-то для меня все начнут. В далеком 58-м году в палатке поисковой партии под Игаркой, в правобережье Ересея, когда пошел первый снег, где-то в конце августа, была написана вот такая песня. Тихо по веткам шелушит, не снегопад, суча трещат на огне, в эти часы, когда все еще спят, что вспоминается мне. Небо далекого просит, давние письма домой, царствие чепоточных сонсов быстро сменяется осень, долгой поля рудой зимой. Снег, 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 снег над палаткой кружится, вот и кончается наш кровь и ночлег. Снег, 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 тихо на донбру ложится, на берегах замерзающих рек. Снег, 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 Над Петроградской двоих стороной Бьется веселый снежок, Слых и в ресницах звезды за мной Ляжет пушинкой водой. Тронул задумчивый иек Косту и светлую прядь, И над бульварами глини, А ленинградскому синий Вечер спустился опять. Снег, 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 Снег за окошком кружится, Он не коснется твоим сон, Но вот и крек. Снег, 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 Что тебе, милая, слиться На тишиной замерзающих рек? Снег, 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 Болгой сердце в твоем сберегу, Ветел поет на пути, Через бумаги, воросы портун, Реда тебе не дайти. Вспомни же, если взгрузнется Наших стоянок огни, Плаве пешком, как придется, Песня к тебе доберется, Даже в нелёные дни. Снег, 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 Снег над тайгою кружится, Вьюга заносит следы Наши соли. Снег, 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 Пусть все нынче прислится, Залитый солнцем, базарный герой, Завтрашний день. Спасибо. Спасибо. Спасибо, вопрос такой. Гитара не заглушает? Не надо голос добавлять? Нормально? Не, нормально. Спасибо. Это, Игорь, у нас тут в мониторах ничего нет. А, понятно, поэтому у нас мы с ним очень слышим. Ну, не важно. Ну, хорошо. Еще один из самого последнего. Это были молодые песни. Я обычно как-то пою еще совсем последние песни, которые никто еще никогда мог не слышать. Дело в том, что недавно мы с Александром Николаевичем Костроминым закончили запись нового диска. Будет он называться «Кцельская» от Петербурга до Ленинбурга. Уже все-таки подпишись новая, да, ну там. Сначала назвали какие-то группы дождем, потом еще решили, что все-таки экзотики многовато. Вот. Эта песня написана за последний год. И заканчивается диск такой вот песней. Уже, к сожалению, написанной, как я бы сказал, в глубокой старости. То есть сейчас. Поздно. Яркой дорожкой луны Высвечет темный сад. Будет зима тонкою и морозной. Если бы мог я юность Снова вернуть назад. Поздно, дружок, Поздно, дружок, Если бы мог я юность Снова вернуть назад. Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Если бы жить досталось, Смерла мне креста. Бог о том, Буду морить серьезно. Сделать бы под старость, Словесть моя чиста. Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Сделать бы под старость, Словесть моя чиста. Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Если бы женой в раздумке Столько не тратит дней Целую жизнь с ней проведя. Розда. Не было бы этой муки, Было бы я счастлив с ней. Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Не было бы этой муки, Было бы я счастлив с ней. Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Время идет конвою, Тать в часах песок, Над головой Не обгорит звезда. Мне бы еще с тобой Лишний побыль часок, Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Мне бы еще с тобой Лишний побыль часок, Поздно, дружок, Поздно, дружок, Поздно. Спасибо большое. Ну, пожалуйста, Вилочка, Самая первая И самая последняя. Хотя есть еще песни, Написанные позже, Которых Саша не знает. Уже у меня на стороне Есть. Призыв, Саша, И графомат, Я иногда еще не знаю. Вот. Не успеваю. Ну, что же тогда. А сейчас попробуем Брать записки, А дальше, Как под написанной песней, Как получится. Переводится растет, Таратная тропа, да? Нет, тоже. Так. Уважаемый Александр Мисеевич, Не рискую я просить вас Спеть все песни? Нет, это невозможно. Спеть, пожалуйста, Кому-нибудь из этих песен. Из список. На 300? Ну, почти. Нет, слава Богу, На одной стороне. Значит, Воздухоплавленный парк, Донской монастырь, Микуресовых столбов, Атланты. Так, И так споем. Сквозной тоски. Заранее спасибо. Так, Атлантский тоже Воздухоплавленный парк. Ну, да, Споем, наверное, Либо Воздухоплавленный парк. Воздухоплавленный парк, да? Для тех, кто не знает. И замечательно, Кстати, Здесь Вот мы сейчас Завершаем Большой сериал По мнению Воспоминаний Следует Я, Некоторые тут тоже есть. И первые Четыре серии Тут тоже уже присутствуют. Там есть Клип по этой песне Вот в каждой парке. Речь идет о том, Что Давно-давно, В начале Прошлого века, Незадолго Перед Первой Мировой войной, В моем родном Питере Проводились Показательные полеты Первых Русских Летательных Аппаратов. Русский Витязь Был такой, значит, Аппарат. Илья Муровец. И был замечательный Такой сначала Мотогонщик Одесский, А потом Известный уже Пилот Василий Удочкин, Который всем этим Занимался. Сейчас мы в Одессе, Кстати, Поставили память. Вот. И вот Собирался народ Где-то за городом. У нас В Питере даже Есть такое место, Которое потом Назвали Станцией электрички Возрекландный парк. Там, значит, Собирался народ, Играл оркестры там. Все На эту забаву Смотрели. Никто не думал О том, Что Самолеты Такие Неухлюжие, Беспомощные Могут принести Человеку Хорошего И что Блохого, Особенно Ленинграда. И вот Такое Вальсок Такой Там Очень хороший Крипп. Там сняты Кадры Уникальные Называется «Отланды держат небо». Первые четыре серии Очень советуют Если кто-то Превлетет. Там уникальная Кроника. Блелео летит Через Ла-Манш. И потом Садятся Эти первые Самолеты. Кадры сняты В 1912 И за 14 И на фоне Этой хроники Идет эта песня. А потом Меняется план Стоит Гитлер Редкий кадр На моторной лодке Приветствую Люфтваффе Дальше идут Бомбовозы И рушатся Дома Моего родного Ленинграда. Все хроника. На фоне Этой песни. Куда Петербургские Жители Толкуя Веселые Бежители Какое Возгонит Событие В предыгности Начал И лесок На зонтике Белую Пеную Мальчишки И люди Степенные Звенят Балашами Военные Оркестр Играет Вальсо От клетчика Звезды На зонтике Ознабочены Толпятся Купцы И рабочие И каждый Без памяти Рад Увидеть Как Верят Над городом В пространстве Заполненном Холода От звуки Нестроенного Города Нелепых Поет Апарат От огню Крюши Без помощи Как парусник Ветра Веком Еще А гору В пространстве Винтовище Несется Над головой Какая Забава И кстати За он Просков Радуйтесь Матери Поскольку Весьма Заниматель Сей праздничный Трех Церковых Куда Петербургские Жители Толпы Веселые Бежите Вы Не селят Свой след Искребители Улимка На самой Заре Смотрела Пустыня Несвежища Достигну Лишь Первое Болежь Еще И завтра Липа Убежишь Отроют У вас Во дворе Небо Пустыня Безвежища Достигну Лишь Первое Болежь Еще И завтра Липа Убежище Отроют У вас Во дворе Ну и второе Что поет «От злой Тоски» 60-й год Песня Песня Стала Народная Эта история Рассказать не буду Она Очень Много О ней сказано В книге Воспоминания И Целая серия Вот Фильмы Которые Сняты И смонтированы Профитический сериал Будет называться На материк Там Все будет Больше Про кулак О котором Мы написали Песня Песня И Натерик Воспоминания День Сняты Воспоминания Сняты Которые Натерик День А момента у меня я легла В зеленой тушке на плечо. Я до весны, я до весны корабля. Я до конца живу, а в плане не будь. Не мухом будет мне земля, а камня мляжит мне на грудь. Не мухом будет мне земля, а камня мляжит мне на грудь. Не мухом будет мне земля, а камня мляжит мне на грудь. Александр Морисеевич, Ваше мнение об адронном коллайде будет ли конец света? Конец света обязательно будет. Это я вам обещаю. Весь вопрос в том, когда. Конец света, конечно, будет. Потому что, как считают астрофизики, через 100 миллиардов лет, Земля наша сгорит и вся наша галактика сгорит. Но, правда, нам это будет уже неинтересно, в чем-то достаточно внезапно, мягко говоря. А то, что конец света будет, он, конечно, будет. У меня есть своя модель конца света, которую я, так сказать, особо никому не... Вот появился мой друг Михаил Борисович Горгер, которого представлен в начале второго времени. Он говорит, садитесь, садитесь. Удалось пробиться. Это бы мы с ним ехали на машине. Если бы я ел с ним, я бы только сейчас пришел. Так вот, да. У меня есть своя модель гибли конца света, которую я излагал и в статьях, и в этот фильм у меня прошел сериал. Три-четыре фильма «Атланты в поисках истины по культуре». Не буду сейчас я это все излагать. Но, конечно, это, знаете, напоминает вопрос. Когда больная спрашивает врача, «Доктор, скажите, я могу у меня?» Я говорю, «Да как?» «Наверника». На конец света будет. А что касается коллайдера, то, понимаете, это, с одной стороны, конечно, безумно интересно. Но, с другой стороны, я сейчас послушал какой-то фильм, посмотрел и почитал статейку про черные дыры вообще, и что мы их не избежим, и рано репоза нас тогда засосет. Вот. И моделирование всех этих вещей, оно, с одной стороны, интересно. С одной стороны, мы никогда не знаем, чем это кончится. Наша наука, я вам как профессор геофизики говорю, настолько беспомощна и самоуверенна при этом, что вот я приведу один простой пример. Значит, мне удалось два года предотвратить, чем я очень горжусь. Такой замечательный эксперимент. Значит, институт вонконологии Дальневосковичное отделение Академии Норковицы, его, как вот директора там, очень талантливого человека, видимо. Вот. И командующий Тихоокеанским флотом придумали очень хорошую штуку. Дело в том, что Курильские острова и Камчатка – это район, очень опасный, с точки зрения цинновиденных землетрясений. Вот, когда спрашивают, где будет следующее, после Суматры, землетрясение, тяжелое, с потерями, скорее всего, цинновиденные, я и говорю, вот с цунами. Так вот, скорее всего, это Курильские острова. Это, понимаете, и эти ребята веселые, они решили взять списанный боезапас Тихоокеанского флота, довольно большой боезапас. Уже, ну, куда, типа, вывешли вещества? А давайте мы ворваем недалеко от Курильских островов и посмотрим, что получится. Будем там мерить сейсмические волны. Это так же умно, как вот сидеть под лавиной по пьянке и стрелять из ружей. Смотри, что получится. Накрой тебя, не накрой. Значит, была большая борьба в науке. Почему людей, которые возражали там, в Дальнем Востоке, там уволяли, в Егидове их угрожали. Я сам был в Москве, я в фильм тут же это дело ввел, по культуре мы это раскрутили на всю страну, и, слава Богу, там затихло это все, им запретили это дело. Вот. Так вот, в известной степени, значит, попытки создать коллайдеры, посмотреть, что получится, все-таки напоминают эту борьбу из ружья под лавиной. То же самое относится к нанотехнологии. Об этом, кстати, говорит культурная революция. Вот. Потому что, значит, создание микророботов, здесь минус шестой наночастицы, да, и их обучение заменять человека в несложных и несложных операциях напоминает замечательный роман ЧАПИК, РОССОБОСКОНИЕ РОБОТЫ. Они научатся, научатся ее разбирать, а потом, что мы с ним будем делать, они нас разберут спокойным образом, и мы ничего с ним не управлять. Мы их можем не научить. То есть, прежде чем что-то делать, надо прикинуть, во что это нам обойдется и чем это нам грозит. Это мы не всегда делаем. Вот ответ на вопрос. Так, дальше. Тут спасибо вам, вы самый молодой и современный поэт. Самый молодой современный поэт? Спасибо большое. и современный. Ой, ну что вы, спасибо, но это не заслужено. Потому что, дело в том, что сейчас в рифку не пишут. Когда говорят, ну у нас еще ничего, да вы что, в рифку пишете? Вы согласнышли? Мы у вас пищать и не будем. Уже сто лет, как никто в рифку не пишет. Это очень старые люди. Так, дальше. Что у нас? Как вы считаете, в этой связи лучше смехи читать или песни пишут? Не знаю. Потому что след в океане, луна над бездной... Не мой. Пожалуйста. Дело в том, что книговая называется след в океане. Я прочту это все шок, но для тех, кто не знает, только книгу, если у кого нет, очень советую приобрести, потому что главная моя книга, по которой этот сериал-то и отснят 32 фильма. Вот. Но дело в том, что назвал книгу, я повторяю для тех, кто не слышал, след в океане. Почему? Потому что мне около 40 лет пришлось плавать на бортах разных садов, когда стоишь на корме и смотришь, как элеваторная струя таяет за кормой, проходит 3 минуты, и вода становится гладкой и ровной, как будто сутно по ней и не шло. Так и человеческая жизнь. Что от нас остается? Вот это... Я дал нас след в океане, воспоминание о сердце жизни, потому что, ну, такой след-то недолгий. Вот. А дело в том, что кончилось это плохо, потому что меня вызвал наш зам по режиму полковника Дживич в советское время и показал мне пухлую переписку в КГБ, Президиум Академии Наук и еще что-то такое и всюду моя фамилия. И со секретом, и нахуй перевернуто, но это так. Он мне это все не показывал, говорит, по поводу вас уже полгода ведется переписка. Вот тут стихи написали, след в океане. Это десертворение напечатано было в журдале «Наука в СССР». Был такой журнал, который переводился на восемь языков. И там, про меня, правда, была статья, какой-то, вроде, замечательный ученый, там, «Землю Папаши» и все такое. И это стихотворение было напечатано. А дальше оказывается так, что в этом стихотворении очень точно описана технология, над которой работают секретные отделы института по обнаружению подводных лодок по их турбулентному следу. Мы, говорит, полгода провели ваше досье, выяснили, что никакого отношения к этим работам вы не только не имели, но и не могли иметь. Тем не менее, в стихотворении подозрение на разглашение государственной техники. «Поскольку выяснили, что у вас освиновленности не было, то в отношении вас решено ограничиться профилактической беседой. А вы, пожалуйста, идите и больше стихов на такие темы не опишите. Но у меня вот чисто к вам вопрос, сказал полковник. Как же вам удалось, ничего не зная, так точно описать стихотворение, принцип этих поисков? Я тут начал что-то лепетать, что вот как же так, Жюль Верну тоже ничего не знал, там что-то написал. Мы, мы, товарищи, Жюль Верну привлеклись попать, он нам сказал по полковник, и сказал, до свидания, больше не пишите. Вот, стихотворение это такое. Луна над бездною немой горит, как дальнее окошко. Смотрю назад, где за кормой кружится водяная крошка. Там пенный след сгибает, крут, на дне бездонного колодца, а через несколько минут волна волной перечеркнется, с водой сдвинется вода, сотрет затейливый рисунок, как будто вовсе никогда ее не вспарывало суток. Ученые немало лет гадают за закрытой дверью, как обнаружить этот след, чтоб лодку выглядеть, как зверя серебезбрежной синевы. Их ожидают неудачи, поскольку нет следа, увы, и нет решения задачи. И ты, плывущий меж светил, недолг на своей орбите, как этот путь, что прочертил, по небосводу истребитель, как облаков холодный дым, что заливается, как вата, как струйка пенная воды, что называется кильватор. События последних лет мелькнут, как лента на экране, и ты пройдешь, как этот след, у него смутимо, океан. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Стихи моей мелодия не моя. Мелодия SUSELCIA безер只是 моей жизни моего друга актаended Ельминой Teatro Ленинского Ленинского ГОЛОДИСМЕНТЫ Вering тревых Татни, где под поводят лето, великая секунда, где молоны Как каменные топы, Где с непривычки нелегко идти. Синёвым блоком, Площенном тундре, Тель птиц, пролетающий на тундре, И фил оленя, Что бежит по тундре, Перегоряют вешевых пути. Если как-то, Раз проснувшись в утро, Забыв на час о зеркале и мудре, Попросила рассказать о тундре, И из бумаги белой я нашёл. Синёвым блоком, Площенном тундре, Тель птиц, пролетающий на тундре, И тих оленя, Что бежит по тундре, И запросил бы я карандашом. Потом, покончив с этим трудным делом, Оставив место для ромашек белым, Весь прочий лифт закрасил бы я смелым. Зелёной краской радостной для глаз, А после выбрав кисточку потоньше, И осторожно краску взял на кончик, Если не был, раскрасил колокольчик, И этим закончился рассказ. Я повторяю, Готов, живущий, трудно, Что мир устроил, Праздничное утро, Да не простое праздничное утро, Пока могу имелись каждый день. Серёга в лако, Плывущего на тундре, Тель птицы, Пролетающий на тундре, И тень оленя, Что бежит по тундре, Рядом с небесом, с кинутей. Серёга в лако, Плывущего на тундре, Тель птицы, Пролетающий на тундре, И тень оленя, Что бежит по тундре, Рядом с небесом, с кинутей. Спасибо. Целый список. Давайте выберем английский канал, Распечальный печаль государю, Управитель Сангар, Для чего тебе нужно? Канамский канал. От канала до канала. От канала до канала. Да. Ну, хорошо. Английский. 62-й, что ли? Вот первый поход Прознаштерна Северной Атлантики И в Карибское море. Когда суд идёт обратно, То небосвод поворачивается, Южный Крест уходит за горизонтом, И созвездие приобретает Расположение, Привычное нашему российскому глазу. Белезовый цвет воды Эквадриальной Атлантики Тускнеет, И постепенно К Ла-Маншу и Бадакаре Приобретает стальной цвет Северного и Балтийского морей. И человек начинает задумываться, Что ждёт его на берегу После полубодового отсутствия. Писано, это английский канал. Канал «Ингричанам» Это название на лосманских картах, Которым называют каналы, Вернее, проливы, Это не каналы, Это пролив Квадакаря, И Ла-Манш называется английским. Канал также называется и бездельно. Канал «Ингричанам» Канал «Ингричанам» Канал «Ингричанам» Канал «Ингричанам» Канал «Ингричанам» Ах, зачем, ах, зачем, Так люблю я тебя, Когда нет тебя рядом со мной? Сверно-серый меняет вода И становятся звезды на место. Ах, зачем ты судьбой Одинокой города И жена, и вноват, и невеста? Ах, зачем ты судьбой Одинокой горла, ни жена, ни вдова, ни невеста. Над английским каналом огри, Над английским каналом туман. Ах, зачем мы с тобой в целом мире одни? Ах, зачем мы с тобой постоянно? Ах, зачем мы с тобой в целом мире одни? Ах, зачем мы с тобой постоянно? Осенний вальс Тише, вот и осень моя подошла Я молчу, ты молчишь Толь курантов в полуночный бой Толь утренний дождь Мы, конечно, не вечны с тобой Я уйду, ты уйдешь Я с подругами падал в траву Селеби, селеби Мне казалось, и я проживу Без любви, без любви Ты меня, дорогая, прости Оправдания нет Чтоб тебя потерял я в пути Столько лет, столько лет Пожелать эту смуту в крови Не хочу и врагу Все на свете живут без любви А вот я не могу На моем, на коротком веку Да любовь не умрет Я мотиву приложу страху И отправлю в полет Я швырну эту песню во брак Где потом утону Как бутылку за миской моряк В штормовую волну Заметет до загрения снег Но струною звенят Но любовь сохранится навек Без тебя, без меня Заметет до загрения снег Не беда, не беда Но любовь сохранится навек Навсегда, навсегда А вот в пантам А для чего тебе нужно? Для чего тебе нужно? Хорошо Для чего тебе нужно? Любовь в настоящее, верить Все равно на сынах Не узнаешь о ней ничего Для чего сравнивать Про далекий покинутый берег Если ты собираешься Снова покинуть его Бесполезно Мартель и Суриков Красить стараться Все равно в океане Они прожареют на сквозь Бесполезно протить Эту женщину в штате дождаться Если с ней прожить Стоят, что она тебе все-таки Брось 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 ПЕСНЯ 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 Я как раз к его лично творчеству отношусь очень серьезно. Он недавно, мы с ним были вместе в Казани на фестивале Бартов, где еще кто-то с ним встречался. Он из сведущего поколения автора Самартича Катерина одни из наиболее серьезных, подающих надежды. Вот что я вот так и отношусь к тому, что я его делаю. А дальше, как говорится, посмотрим, что будет дальше. Эта сучка цеплят, не бойся, но посередине лета уже надо будет считать. Еще одна заявочка, и мы устраиваем деграды. Я так думаю, что здесь очень хотелось бы услышать аэропорта 19 века и кожаные куртки. Если мы их споем обе, то это будет хорошая концовка. Ну хорошо, давайте мы споем их обе, хотя бы уже, ну давайте. Значит, аэропорт 19 века, обе длинные, как с собой. Аэропорт на 2-й веке, ну хорошо. Памяти. Тут был какой-то дурацкий фильм про неработу. Я посмотрел, что я посмотрел, что вы увидели, сериал даже целый. Где-то они как молодые мальчишки бегают, там что-то дерутся. Такое голое, с морденово под холодной струей там прыгают. Такое ощущение, что если бы им не пистолеты дали, а просто кончились бы дракой, разбили бы носы и не погибли великий русский поэт. Вот. То же самое я все думаю по поводу Тибальда и Ромео. Потому что 14 лет в джюлете было, этому парню 15, и зачем им дали шпаки? Если бы это все, так сказать, было без ничего, не так, как в Исайской истории, правда, там просто они нажали и все, ору, говорили. Но как бы кончились драки, разобрались бы и все. А, к сожалению, кончилось дуэрю. Закрытый аэропорт Мне в шумном зале вспоминается иное. Восне летят во весь опор, И громко лошади вздыхают за стеной. Полеокрестное на Крыму На стопы верный ни огня, ни человека. Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Вот, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Сидит на месте дубра Давайте с вами познакомимся в полунице Из града славного Петра Куда, скажите вы, торопитесь, поручень? Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Куда ехать не идти В любом столице, в любое время года Разединяют нас пути Объединяет нас лихая непогода Ох, как друг к другу мы допрыгаем Когда бесчинствует, распутится на реке Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Какая общность в этом есть Какие свинки нас связывают иди Привычно чокаются здесь Поэсферки гонимы и гонители Оставят споры на бары И на за здравые печали лучи Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Пропрощаться на дустья Окошко низкое в рассветной позолоте Ведь о нас в разные края Рвануться тройки Сдоб на лайнере на взлете В охмелье карточной игры На складорожные на улочный коллег Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Ах, постоянные дуры На аэропорты девятнадцатого века Ну и старая песня 59-й год, Турханский Песенка полярных вечеров Песенка полярных вечеров Кожаные лодки Прашеный музал Рядкой занавешана Иска от дустью Бродится гадами Северная пьюга В маленькой гостинице Он стоит темно Бродится гадами Северная пьюга В маленькой гостинице Он стоит темно Командир со штурмом Один прибок от старый Голого рукою Подопрет второй пилот Подтянувшись трудой Старенькой гитары Средом бортмеханика Тихо подпоем Подтянувшись трудой Старенькой гитары Средом бортмеханика Тихо подпоем Эту песню грустную Озовым парадом На глухом отоле И сердце зачепнены Снова терет с берега Снегом и туманом Снегом и туманом Снегом очень неледом Даже в луне Снова терет с берега Снегом и туманом Снегом очень неледом Даже в луне Мы все романтики Воздушные бродяги Наша жизнь к вачишески Вечные года Прочь доску гоните вы Выпитые фляги Ты, метелослужба На счастье нагадай Прочь доску гоните вы Выпитые фляги Ты, метелослужба На счастье нагадай Солнце резаканты И темное подсветство И штрол послушным Стосковавшихся руках Ждите нас, невстреченные Школьные сервезды В маленьких асфальтах Южных городках Ждите нас, невстреченные Школьные сервезды В утренних асфальтах Южных городках Спасибо 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 Спасибо.